всем привет меня зовут софи и добро пожаловать на мой канал давненько я не снимала видео уже полтора-два месяца точно и на это было две основные причины первое это что я занялась тортиками я пеку их на заказ и в январе я это делала по себестоимости поэтому заказов было очень много и месяц пролетел вообще супер быстро и был каким-то сумбурным и вторая причина это то что у меня заболел ребенок потом заболела я и в общем то поэтому съемка видео все время откладывалась откладывалась но на самом деле даже к лучшему потому что для меня сейчас как будто бы начался новый год и поэтому для меня это видео будет очень даже кстати поговорим мы сегодня с вами про привычки я решила провести ревизию своих полезных и вредных привычек и что-то подкорректировать а что-то добавить совершенно новое если вам интересна тема этого видео то наливайте чаек либо кофеек и продолжайте смотреть так первая привычка про который я расскажу это засыпать без телефона у меня большая проблема в том что я думаю у многих такая проблема есть что всегда когда мы засыпаем последнее что мы видим это экран телефона либо instagram лента либо какие-то новости в телеграм-каналах и тому подобное и мне если честно это настолько надоело я чувствую что когда засыпаю без телефона мы сон становится много качественного меньше болят глаза меньше болит голова и я засыпаю намного-много быстрее это привычка конечно очень сложно искоренить особенно когда я рассказала в инстаграме о том что пику тортики то в этот вечер просто мне кажется до трех часов ночи сидела в телефоне потому что читала сообщение от людей которые писали мне слова поддержки и тому подобное поэтому такие моменты конечно тяжело отказаться от телефона я уже начала потихоньку являть эту привычку и просто стараюсь рассматривать ленту подобное там на кухне либо гостиной и когда я уже ложусь в кровать все у меня уже к этому моменту поставлен будильник отключаю все уведомления включаю режим беспокоить беззвучный и убираю телефон подальше у меня уже был период когда я отказывался телефона перед сном и сон становится намного лучше а вторая привычка тоже связанная с телефоном это это просто моя боль все мои друзья об этом знают это то что я не отвечаю на сообщение сразу я не знаю откуда пошла эта привычка но она есть есть не пытаюсь бороться она очень часто идет именно мне во вред не знаю почему вообще я правда я пыталась проанализировать с чем это связано мне если честно приходит только период когда вот раньше когда вконтакте появлялись статусы и было видно что человек в сети либо да и было видно что человек находится в сети с телефона либо с компьютера я помню что раньше чем дольше не заходишь вконтакте чем дольше написано что человек там был столько-то часов назад тем казалось круче и возможно у меня с тех времен осталась привычка такой иллюзии отсутствия меня не знаю в общем как это объяснить но надо с ней бороться тем более что сейчас когда я начала вести свою коммерческую страницу с тортиками это вообще это не очень хорошо обязательно напишите если у вас тоже есть такая привычка я надеюсь что и не одна такая но буду пытаться с ней бороться следующая привычка это делать сухой массаж либо утром либо вечером а сухой массаж вообще очень классная вещь если вы когда-либо делали его в долгом промежутке я думаю что вы наверняка видели результат я делала очень долго массаж до беременности и замечала что кожа становится более упругая гладкая как будто бы подтянутая несмотря на то что я не занималась спортом в общем сухой массаж вообще самый мне кажется дешевый способ привести свою кожу в порядок и продолжая тему здоровья и красоты она следующая привычка это кушать сладкое только тогда когда действительно хочется я большой сладкоежка я очень зависима от сладкого и у меня есть такая пищевая привычка которая есть наверно у многих это обязательно после какого-то основного приема пища пить чай с чем-то сладким вообще я в принципе не могу пить чай кофе и другие напитки без чего-либо но это сейчас я пью кофе с вами тут без всего но в обычной жизни мне обязательно нужно есть печеньку какую-то конфетку шоколадку пряничек и тому подобное и мне кажется это у меня пошло с детства потому что в моей семье есть такие пищевые привычки что мы всегда после чего-то основного пьем чаек с чем-то сладким и это играется в злую шутку потому что иногда я чувствую что я не хочу но я все равно это ем и не хочу отказываться полностью от сладкого нет я сладкое люблю и считаю что в медном количестве в этом ничего плохого но вот именно с этой привычкой есть когда тебе даже не хочется я хочу побороться вообще привычка есть только тогда на тебе этого хочется она касается не только сладкого но и целом еды поэтому здравствуйте что мы пришли у меня просто у вас дочь поэтому в любой момент она может оказаться в кадре следующая привычка не экономить на мелочах сейчас объясню на простом примере что имею ввиду недавно я заказывала себе мыло для бровей это очень важный момент было два варианта с ароматом малины либо без отдушки без отдушки стоило дешевле на 60 рублей и в этот момент я задумалась зачем мне запах малины я лучше куплю без отдушки и сэкономлю 60 рублей хотя на то что с малиной были просто божественные отзывы все писали что невероятный аромат вообще просто лучшее что было с и бровями я люблю аромат малины я в принципе хотела бы купить себе его но в тот момент я действительно задумалась о том что может мне купить тот что подешевле на 60 рублей возможно вы подумали что какой-то бред и какая-то я мелочная но в итоге я заказала все таки с малиной потому что в тот момент для меня реально дошло что блин соня 60 рублей разница тебе нравится аромат малины скорее всего ты будешь от него кайфовать почему ты хочешь сэкономить какие-то 60 рублей которые вообще не сделать и никакой поводы и то же самое касается продуктов продуктов когда например выбираете между сырком со сгущенкой и сырком с ванилью но с ванилью дешевле хотя вы любите со сгущенкой берете с ванилью как бы зачем это делать лишние там 10 рублей погода не сделают но тот который вы действительно хотели вы хотя бы не насладитесь полной мере в общем я надеюсь что вы правильно поняли этот пункт потому что я заметила что вот эта вот привычка экономить на мелочах касается правило когда я покупаю что-то именно себе когда покупаю что-то мужу или ребенку у меня не возникает мысль купить им что-то что-то они не особо любят потому что это дешевле мне кажется тут как и с привычкой со сладким нужно просто чаще задавать себе вопрос действительно ли эти 50 рублей тебе принесут такую пользу или насладишься ли ты этим сырком с ванилью также как со сгущенкой как-то так следующая привычка звучит немного странно и размыто это быть в моменте опять же объясню сейчас на примере что имею ввиду недавно я проходила курс массажа и сейчас вы увидите как ползет мой ребенок и когда лежал на одном из сеансов я поняла что я вообще не расслабляюсь я лежу не делать массаж спины мне вроде как хорошо но в голове я о чем-то думал прокручивая какие-то мысли и нахожусь напряжение и в тот момент я сказала себе так давай расслабимся расслабилась и мне даже массажист сказал что ой вы так напряжены были все это время и в этот момент я задумалась вообще а часто ли я нахожусь в моменте это касается не только какого-то такого наслаждения физического но и допустим общение с человеком у меня есть такая привычка что иногда я могу разговаривать с человеком и вы знаете эта фраза ты слушаешь но не слышишь вот это иногда про меня поэтому я стараюсь сейчас себя чаще отдергивай лены и последняя привычка она такая очень приземленная которую вы можете внедрить свою жизнь уже сегодня это проветривать квартиру перед сном когда мы недавно болели всей семьей к нам приезжали бабушки и они очень часто проветривали полностью нашу квартиру я если честно забыла это приятное чувство когда ты ложишься в холодную постельку укрываешься холодным одеялом и затем согреваешь его и себя у меня прям были разблокированы какие-то ощущения из детства это целом очень полезно для здоровья и для и для качества вашего сна поэтому если вы тоже забывайте это сделать то сегодня вечером обязательно проветрите свою спальню ну что же у меня на этом все это были все привычки с которыми хотела поделиться с вами надеюсь что это видео было для вас интересно большое спасибо вам за просмотр и до встречи в следующих видео пока